МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Вместо угля в печи сгорает деревянная мебель и пластиковые бутылки. Жители рабочего поселка Сортировка не могут купить уголь. Республиканские дороги в Карагандинской области готовы противостоять зимней стихии. Глава региона Ярлан Кушанов провел осмотр коммунальной техники. В поселке Аксу-Аюлы выявляли лучшего дзюдоиста. Более 200 юниоров со всей области и регионов страны собрались на традиционный турнир, посвященный памяти Айдына Амамбаева. Обо всем более подробно. Жители сортировки до сих пор не могут купить уголь. В качестве топлива используются дрова, пластиковые бутылки, деревянная мебель. Более того, свое существование жители сортировки называют не иначе, как выживание. Уголь в Караганде есть, а недавний ажиотаж создали сами потребители. Причем не только местные, но и жители других областей. Но сегодня проблем с углем нет. Власти даже организовали выезд журналистов на участок погрузки одного из угольных предприятий. Вот только в сортировке, которая в общем тоже Караганда, угля нет, заявляют местные жители. Топить печи приходится всем, что горит. Это и дрова, и деревянная мебель, и даже пластиковые бутылки. Некоторые отправляются к шахтам, чтобы поискать уголь. Ну как, дрова добываем, копаем уголь, где есть, остается, так находим. Ну когда как, где как приходится. Власть ответственно заявляет, угля в регионе достаточно. А проблема этих жителей в том, что они не могут его доставить. В настоящее время мы отслеживаем ситуацию с углем. В городе угля достаточно. Это жители просто не могут доставить его домой. Жителям необходимо просто найти грузовик. Но это не все проблемы жителей сортировки. Здесь нет элементарных условий для жизни, заявляют люди. Чиновники сообщили, что ремонт пока не планируется, но кое-что сделать возможно. То есть, да, в текущем году и на следующий год работы по асфальтированию данных улиц не предусмотрены финансированием. Тем не менее, мы вот специалисты отдела совместно со специалистами КГБ благоустройства уже провели обследование данных улиц и будут приняты меры по благоустройству. В текущем году возможно только грядирование данных улиц, уже подсыпки, получается материала у нас нет. А в следующем году при ремонте других дорог, то есть этот физерованный асфальт, мы будем производить подсыпку данных улиц. Чиновники прокомментировали все проблемы рабочего поселка сортировка. Вроде бы все правильно, все по закону. Вот только это не решает проблем местных жителей, которые не могут сами отремонтировать дороги. Рамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Столкновение трех автомобилей в Караганде унесло жизни двух человек. 5 ноября ночью на проспекте Шахтеров водитель автомашины Toyota Camry столкнулся с автомашинами ВАЗ-2107, Mercedes-Benz и Lexus. По сообщению пресс-службы областного ДВД водитель Toyota столкнулся с «Жигулями», после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще двумя машинами. В результате аварии водитель и пассажир автомашины ВАЗ от полученных травм скончались. Две женщины, находившиеся в Toyota, доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи они отпущены домой. Житель Цимиртау подозревается в незаконной охоте на Архара. При проведении рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции и участковые ОВД Осакаровского района на автодороге Осакаровка-Молодежной остановили автомашину Toyota Land Cruiser Prado под управлением 44-летнего жителя города Цимиртау. В багажнике авто полицейские обнаружили разделанную тушу дикого животного, предположительно, Архара. Мужчина признался полицейским, что приобрел тушу горного Архара у неизвестного человека. Сотрудниками МПС ОВД Осакаровского района при проведении рейдовых мероприятий задержан автомашина Land Cruiser под управлением 44-летнего жителя города Цимиртау. И в ходе осмотра машины обнаружены изъят туши и мясо Архара. На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование по статье незаконная охота. Назначена соответствующая экспертиза и проводится расследование. На содержание республиканских дорог зимой в Карагандинской области выделено почти 750 миллионов тенге. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов осмотрел дорожную технику, которая будет работать зимой. Руководители предприятий Казавтодор заверили, что в нынешнем сезоне не допустят транспортного коллапса. Общая протяженность автодорог республиканского значения Карагандинской области составляет около 3000 километров. Большая часть обслуживается карагандинским филиалом ТО «Казавтодор». Аким области в первую очередь интересовало, как будет осуществляться снегозадержание, очистка дорог, не повлияют ли погодные условия на появление коллапса на автодорогах. «Это пассивный метод снегозадержания, так скажем, да? Тот, кого щиты устанавливаете ограждение. Насколько эффективно будет работать в этом методе? Потом между, как оно правильно называется, разделительные вот эти полосы, а вот это тоже снег прямо будет задерживать на дороге? Да, барьерное ограждение. Если по оси дороги они ставятся, она разделяет потоки и движения, чтобы аварии не допустить. А зимой что будет? Зимой они останутся, но краевые мы будем сразу по листам рассматривать согласно согласовывать. Вы уже мне обещали, но вы уже два месяца обещаете рассматривать. Их надо снимать или не снимать на зиму? На зиму надо демонтировать их надо. Уже подготовлены 26 производственных помещений, 14 котельных, 8 обогревательных пунктов, 6 крытых баз с песком. Для зимнего содержания и обслуживания автодорог имеется 112 машин и механизмов. Это шнекороторы, автогрейдеры, тракторы, бульдозеры, погрузчики и другие универсальные дорожные машины. В области подготовлены к работе 10 ремонтно-дорожных служб. Кроме того, для улучшения качества работы в зимний период будет привлекаться арендная техника в количестве 30 единиц. Учитывая опыт прошлого года, произведена передислокация техники. В самой Асакарке будет задействована порядка 20 единиц техники. Если в прошлом году там работалось 4-5 единиц техники, в этом году, не знаю, цена разницы какая, 20 единиц техники. В целях предотвращения ДТП на обочины опасных участков вывозится противогололедный материал. Обновляются дорожные знаки. В подразделениях организуется круглосуточное дежурство. Оценку работы карагандинского филиала ТО «Казавтодора» давать рано. Но подготовка была серьезная. А зима покажет, насколько правильно были учтены и материально-техническая база, и человеческие ресурсы, и погодные условия. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Жители Карагандинской улицы Новоселова с 2014 года выступают за переименование в улицу имени Жангожа Батыра. Свои предложения и собранные документы инициаторы предоставили соответствующие государственные органы. Были проведены общественные слушания, на которых большинство поддержало предложение об изменении названия. Но вот уже три года никаких изменений нет. Группа местных жителей уже несколько лет добиваются переименования улицы Новоселов. Они говорят, что это название не имеет исторической ценности. К тому же оно давно идеологически устарело. Гости Караганды, которые приезжают на железнодорожный или автовокзал, попадают сразу на эту улицу. Было бы хорошо дать этой улице имя Жангожи Батыра, который всю свою жизнь боролся за сохранение целостности казахской земли, считают местные жители. Есть улица хрустальная, стеклянная, заборная. Сколько это может продолжаться? Где наши батыры, поэты? 25 лет, как получили независимость. Пришло время. Мы не просим имя наших предков. Мы просим имя человека, который действительно это заслуживает. После того, как жители выступили с предложением о переименовании, были проведены общественные слушания с участием депутатов городского Маслихата. 51 человек из 69 поддержали переименование улицы в честь Жангожи Батыра. Официальный протокол с результатом слушаний был передан в соответствующий государственный орган. Я вот как житель этого города, этой улицы, я с удовольствием, я очень рад, что вот эта память возрождается о всех героях, которые жили здесь, отдавали силы, здоровье, жизни. Я только за, чтобы герои Казахстана были, как говорится, всегда в памяти нашего народа, всех народов. Инициаторы переименования утверждают, что другим жителям не придется тратить деньги и время на изготовление новых документов. Активисты готовы сами понести финансовые издержки, чтобы переименование не отразилось на городском бюджете. Жители улицы не против переименования, но некоторые думают, что нужно будет тратить деньги на переделку документов, табличек. Но это будет не из их кармана. Есть соответствующий государственный орган. Даже если государства не будут этим заниматься, я могу сказать от имени всех, что мы готовы на себя взять эти расходы. Адельхан Талас – юрист, но он уже давно изучает историю Жан-Гоже Батыра. Работает с историческими документами. По его словам, Жан-Гоже Нурмухамедула с 17 лет воевал против хивинского и куканского ханств, которые хотели завладеть казахской территорией. До 86 лет он сражался за независимость и целостность казахских земель. Возглавлял национально-освободительные движения против колониальной политики Российской империи. Всю свою жизнь посвятил борьбе за родину. В народе был известен своей справедливостью и мудростью. Именно поэтому увековечивание этой личности имеет большой воспитательный смысл для будущего поколения. Он пример для подражания. Жизнь Жан-Гоже Батыра – это образец служения народу. Если улице дать его имя, то многие начнут интересоваться историей Жан-Гоже Батыра. А это немаловажно. В городском отделе культуры и развития языков заявляют, что работы по переименованию было временно приостановлено в связи с мораторием, который был объявлен в 2015 году. Но сегодня мероприятия по увековечению памяти Жан-Гоже Батыра будут продолжены. На сегодняшний день к нам поступило письмо от администрации президента об увековечении имени Жан-Гоже Батыра. Поэтому письмо ведется работа. И в данный момент мы рассматриваем вариант дать имя Батыра одной из улиц Караганды, которые имеют устаревшие идеологические названия. Данный вопрос внесен на рассмотрение общественного совета. Стоит отметить, что в 2014 году в честь 240-летнего юбилея Жан-Гоже Нурмухаметулы пограничную заставу на казахстанско-узбекской границе переименовали в честь народного героя. Кроме того, во многих городах есть улицы, названные именем Жан-Гоже Батыра, установлены памятники. Среди таких городов – Астана и Алматы. Активисты с улицы Новоселов надеются, что в скором времени и Караганда появится в этом списке. Гульнур Жакен, Андрей Тенжа, Сулан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области продолжается всенародное обсуждение перехода казахского алфавита на латинскую графику. В Шахтинске с активом города встретились ученые из Карагандинского государственного университета. Практика покажет, что правильно, что неправильно. Какой вариант казахского алфавита на основе латинской графики стоит оставить, а какой уйдет в небытие. Об этом активу города Шахтинск рассказали ученые государственного университета на встрече, посвященной переходу казахского алфавита на латиницу. Было отмечено, что 80% населения мира используют латинскую графику. Даже такие страны, как Япония, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, имея свой алфавит, во всех финансовых операциях используют именно латиницу. Переход казахского языка на латиницу – это веление времени, заявили участники встречи. То есть это интегрирование мировое образовательное научное пространство, потому что очень много литературы написано на латинице. Еще один момент, который хотелось бы, что наши соотечественники, которые живут за рубежом, это 4 миллиона наших соотечественников, которым бы очень хотелось бы знакомиться с латиницей, потому что они хорошо знают латиницу. Хотя есть и арабский график, арабская вязь, мы знаем, что они все это используют. Участники также задавали интересующие вопросы. В основном они касаются технологии внедрения латинского алфавита. Особо отмечено, что переход будет осуществляться поэтапно, строго согласно графику, разрабатываемому правительством. Я думаю, что это займет большое количество времени, но это нужно, это правильно. Это переведет нас к тому, что Казахстан будет наравне с европейскими странами, выступает на международной арене, как и сейчас он это делает. Кроме того, предлагается создать специальные центры, где будут опробованы различные нормы и правила, а также различные варианты алфавита. Все это для того, чтобы выбрать наиболее жизнеспособные. На основе вот этого широкого эксперимента будут, я думаю, что сделаны соответствующие выводы на эффективность того или иного варианта вот этой графики. Я думаю, самый лучший вариант, она тогда покажет себе достойно, я так думаю, что продолжение. Это совершенствование всегда будет, потому что сама практика покажет, что-то отметет, а что-то оставит. То есть, что выдержит испытание времени, та часть останется вот этой реформы. Это большая реформа, поэтому мы должны быть активны в этой реформе, чтобы ее внедрить в жизнь. Реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания. Ни одна страна в мире так не обсуждала свой новый алфавит со всем народом. И эта встреча далеко не последняя. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В минувшие выходные в Щетске прошел чемпионат по самбо, посвященный памяти мастера спорта по самбо Айдена Аманбаева. Участие в чемпионате приняли 170 юниоров из разных регионов области и городов Казахстана. Чемпионат был организован с одной целью – привить молодежи любовь к спорту и здоровому образу жизни. Стоит отметить, что проводится он традиционно каждый год при содействии Акимата района, а также друзей, односельчан Айдена Аманбаева. На турнир съехалась молодежь со всех уголков области и городов Казахстана, таких как Усть-Каменогорск, Алматы, Тарас и Астана. Со вступительным словом выступил заместитель Акимашевского района. В последнее время в нашей стране стали часто проводиться подобные спортивные мероприятия. Они формируют у подрастающего поколения чувство патриотизма. Мы желаем удачи всем молодым спортсменам, которые приехали из разных уголков страны. А также хочется выразить огромную благодарность организационному комитету, родным и близким Айдына Социаловича. Призер чемпионата Азии Айдын Аманбаев со школьных лет занимался различными единоборствами. Спортсмен ушел из жизни, когда только настало время пожнать плоды своего труда. Родные спортсмены отмечают, что не может не радовать тот факт, что друзья односельчане помнят его. В сегодняшнем турнире приняла участие 21 команда. Приехали спортсмены из Алматинска, Жамбылска, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Стоит отметить, что турнир проходит на достаточно высоком уровне. В будущем мы надеемся проводить данный чемпионат на республиканском уровне. По итогам турнира первое общекомандное место заняли спортсмены села Аксу Аюлы. На втором месте расположились столичные юниоры. Бронзовые медали достались участникам из жена арки. Несмотря на расклад призовых мест, нельзя не отметить, что само участие в турнире уже является предметом гордости. Ведь, как сказал один из почетных гостей в своем выступлении, нужно заниматься борьбой, ведь жизнь – это и есть борьба. Ток Жан Лянова, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Завершился очередной сезон в чемпионате Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Победителем стала Астана. На втором месте Алматинский Кайрат замкнул тройку лучших чемкентские ордобасы. Четвертое место, дающее путевку в Лигу Европы будущего сезона, получил Павлодарский Иртыш. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» на седьмом месте. Свою последнюю игру сезона горняки провели 5 ноября в Павлодаре с местным клубом «Иртыш». Итог встречи 1-0 в пользу павлодарской команды. Стоит отметить, что горняки всю игру бились достойно. Однако закончить сезон на позитиве не удалось. В дополнительное время легионер Иртыша Карлуш Фонцеки забил мяч в ворота «Шахтера». Таким образом, павлодарцы, завершив сезон на четвертом месте, обеспечили себе путевку в Лигу Европы будущего сезона. А «Шахтер» завершает сезон на седьмой строчке турнирной таблицы. «Во-первых, поздравляю команду соперника с победой. Можно, наверное, пожелать и удачи в следующем году. Им, да, как в национальном чемпионате, так и сейчас в завоеванном европейском турнире. Что можно сказать по игре, что мы с сильно обескровленным составом. Мы шли сегодня на игру, плюс еще две травмы во время игры. И заканчиваем фактически людьми, которые мало играли в этом сезоне. Ну, а несмотря на это, ребята милицы. Но жаль, что так, что не хватило 30 секунд до положительного для нас результата». И все же стоит отметить, что нынешний сезон для футбольного клуба «Шахтер» выдался непростым. Это и передача клубов доверительного управления некоему общественному фонду, и задержки по заработной плате, и практически последнее место в начале сезона. Многие спортивные аналитики отмечают, что «Шахтер» сегодня не в лучшей форме. Однако, еще не все потеряно. При должном грамотном руководстве «Карагандинский шахтер» может вернуть себе все утраченные позиции. И главное – любовь своих болельщиков. Марат Такишев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» за последние дни провели уже два домашних матча. 3 ноября карагандинцы взяли вверх в игре с Воронежским «Бураном». Матч завершился со счетом 2-1. А 5 ноября наша команда уступила Рязанскому клубу со счетом 1-3. Соперники с самых первых минут матча купировали стартовый натиск карагандинцев. Счет был открыт на исходе первого периода. На 17-й минуте ворота «Сарарки» распечатал Владимир Карпов. 0-1 после первого периода. В начале второго периода рязанцы получили численное преимущество, которое сумело реализовать первое звено. Дмитрий Воробьев забросил шайбу точно в дальнюю девятку ворот карагандинцев. 0-2. Вторая пропущенная шайба послужила для «Сарарки» сигналом к активизации своих действий. До конца 20-ти минутки карагандинцы провисели на воротах гостей. И это принесло результат. Артур Сарваров распечатал ворота гостей. 1-2. К сожалению, эта шайба стала единственной на счету нашей команды. Начало заключительной трети вышло сумбурным. Команды успели каждая поиграть в большинстве. В неравных составах отличиться не удалось. А вот в стандартных снова забили гости. На этот раз отличился Александр Репьях. Итог встречи 1-3. Я в первую очередь хочу сказать большое спасибо своим парням за мужество. Даже, можно сказать, за героизм. Потому что мы в ранней стадии потеряли двух игроков. В общем-то, втрезина героически. Героически выиграли игру. Довели до победы. Надо отдыхать. Идем дальше. Никаких претензий к ребятам нет. Старались, бились. Ну, игра такая вот, она похожа на хоккей. Потому что сейчас требует предъявлять современный хоккей. Никто не отвернул, никто там не испугался. Тоже самое. Травмы серьезные ребята получили. Но поддеваться некуда. Никто не хотел уступить. Ну, а проиграли мы. Потому что, конечно, у нас, может, давно так не было. Но, увы, там, ну, веку лешают просто ошибки такие же. Из индивидуального плана. Не будем говорить ей о ней. Соперник вышел вперед. И, естественно, они уже по счету от счета отталкивались. Играли, сыграли здорово. По результатам 20 матчей чемпионата хоккейный клуб «Сараарка» набрал 37 очков и находится на четвертом месте. Домашняя серия игр продолжается. 7 ноября карагандинцы принимают у себя питерский клуб «Сканева». Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, 1-й, карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубамстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова